Приветствую вас, я постараюсь разобрать вашу проблему, постараюсь найти в пути решения вашей проблемы и надеюсь вам помочь. Итак, вы пишите. Необоснованная ненависть к сыну мужа. Это ваша проблема. При том, что к бывшей жене у вас, как ни странно, положительные эмоции. Вот, вы знаете, когда я это читал, я подумал, ну, наверное, вы бывшую жену своего мужа воспринимаете, в общем-то, здраво, как серьезный человек другого серьезного человека, да, то есть взрослый, зрелый человек понимает, что у мужа до встречи с ним, у мужчины до встречи с ним были другие отношения, которые, ну, собственно говоря, были просто в силу наличия этих людей. И эти отношения закончены. Они в прошлом. И вы правильно пишите, что есть жена бывшая в прошлом. И довольно давно. Девять лет уже как. Вы перечисляете поведение бывшей жены, рассказываете о том, что она не лерит вашу жизнь, ничего не против, никак не мешает. И вот здесь, наверное, вам будет первый вопрос. А вот если бы она что-то делала, если бы она по факту как-то бы себя проявляла по отношению к вам, к вам обоим, я имею в виду, если бы она лезла, если бы она просила что-то, если бы она мечтала, вы бы смогли испытывать к ней положительные эмоции или нет? Вопрос этот, на мой взгляд, ну, довольно интересный. И вопрос этот, на мой взгляд, довольно важен. Потому что он, этот вопрос, определяет то, как вы воспринимаете не только сына своего мужа, а вообще людей. Людей, которые, ну, скажем так, не вписываются в ваше некое представление о том, какая должна быть семья. Какая должна быть семья у вас? Итак, это первый вопрос. Если бы, значит, бывшая жена вашего мужа, причем, как я понял, гражданского мужа, полезла к вам в вашу жизнь, вы бы стали относиться к ней так же, ну, так же, позитивно или нет? Далее вы пишите, но не, ну, не, значит, ну не сын. Потому что сын, это настоящее. И сына вы не переносите никак. Сын вам не нравится. Сына вы не можете выносить. Значит, вы пишите следующее. Его я не воспринимаю как честь семьи. Для меня это лишний элемент ошибка молодости. Его папа очень хочет видеть в нас счастливую семью, но у меня не выходит. Значит, вы не воспринимаете сына, как честь своей семьи, потому что он напоминает вам о том, что у вас, именно у вас, значит, есть определенные сомнения относительно себя. Причины этих сомнений могут быть разными. Это и, значит, неуверенность в себе, это и невозможность отойти от своих установок в плане именно того, какими должны быть отношения между вами и вашим мужчиной. И это может быть страх, это может быть какие-то воспоминания, образы, аффективные следы из детства. То есть, вообще-то говоря, вариантов может быть много. И я бы рекомендовал вам здесь подумать, ну вот хорошо, ненависть. А как вы эту ненависть рефлексируете? За что ненавидеть ребенка, который, в принципе, ничего плохого не сделал? Ведь когда ненавидят, то приписывают человеку какие-то негативные качества. Когда любят, приписывают положительные, когда ненавидят, приписывают негативные. Давайте подумаем. И вы сами попробуйте подумать, какими качествами и почему вы наделяете ребенка. Ну, если это не жертва этой семьи, если вы воспринимаете его как личный элемент, ну, нормальная реакция – это равнодушие. Нормальная реакция – это, по сути дела, абсолютно полное безразличие. Но у вас ненависть. Значит, чем-то он вас задевает. Значит, как-то он находит отзыв в ваше душе. Да, вопрос в том, какой. Но находит. Далее вы пишите, что его папа очень хочет видеть в нас счастливую семью, но у вас не выходит. Если вы несете в себе определенные сомнения, если вы несете в себе определенную неуверенность, если вы не принимаете до конца ребенка своего мужчины, то вы и мужчину, получается, до конца не принимаете. Ведь ребенок – это продолжение мужчины. И возникает вопрос. А как же вы тогда вообще начали с ним встречаться? Знали ли вы, что у мужа есть ребенок? Если знали, то как к этому относились? Как изначально, на заре ваших отношений, вы укладывали для себя реальность, в которой есть ребенок вашего мужа? Об этом он также стоит подумать. Когда его сын у нас, пишите вы, меня все трясет и очистывает себя лично в этом доме. Ну вот здесь на лицо неуверенность в себе, возможно, болезненное потребность во внимании, возможно, страх остаться одной, страх не быть единственным, страх потерять своего мужчину и так далее. То есть здесь вот такие моменты. Вы пишите, что вы в постоянном напряжении, надо сказать, что вы человек, который мало кого, в принципе, упускает в свою жизнь, и одиночество меня не пугает. Одиночество возможно. Но проблема в том, что для вас сын мужа и возможные последствия, правда, какого рода эти последствия, наверное, вы не отдаете себе и сами отчет, задевают вас не в контекст одиночества, а скорее контекст восприятия самого себя. Сын мужа – это напоминание вам, что вы не единственная в его жизни. Если кто-то решил. И вот это вот желание быть единственной, даже сыной ребенка, оно прониктовано либо неуверенностью в себе, либо страх. Далее вы пишите, что по вечерам меня раздражает даже весный свет, громко включенный телевизор. Это отдельная тема. С раздражением нужно работать. Вполне возможно, что у вас может быть какая-то другая проблема, может быть ассоциации из детства, какие-то негативные, узкометали, может быть повышенная чувствительность рецепторов, перцепции. Это следствие какого-то другого симптома, следствие какой-то другой проблемы. Почему вас это раздражает и с чем это связано, обращались ли вы к врачу, и все ли у вас в порядке с нервной системой и так далее. Все это желательно бы прояснить. У вас самой, впечативые, есть интригон. То есть вы мать и вы родитель, вы знаете, что такое быть родителем, вы знаете, что от ребенка своего, даже если он ошибка молодости, отказываться нельзя. Муж, официально только гражданский муж, очень интересная формулировка у вас здесь есть. Официально только гражданский муж. То есть гражданский муж это сам по себе неофициальный муж. Вы его называете официальным. То есть у вас есть вот эта вот потребность, чтобы, возможно. Но если говорить именно без интерпретации, то вы вот этим чем-то, что-то хотели подчеркнуть. Официально только гражданский муж. То есть понятно, что гражданский муж это неофициально. Но вы говорите, что официально, значит, либо вы недовольны тем, что он до сих пор гражданский муж для вас является, и вы хотите, чтобы как можно быстрее он стал для вас кем-то большим, да, официальным мужем. Либо вы где-то подсознательно боитесь, что он не сделает вас официальной женой и называете официальным гражданским мужем, как бы выставляя на передний план именно то, что он муж. То есть гражданский официально это не особо важно. Очевидно, что вот здесь скроется некая проблема восприятия семьи и брака вами в целом, и в частности с этим мужчиной. То есть это проблема, которую вы даже выделили в скобочке, то есть уточнили. Наверное, эту проблему стоит вам рассмотреть более подробно. Далее, значит, муж, собственно, признав вашего сына как своего, называют сыном, тот его отцом, то есть все здесь хорошо. Проблема только во мне, я это понимаю, но сама не могу из этого вылезти. Осознаю, да, понимаю, что вы не можете из этого вылезти, а прямо эта проблема идет не из этой ситуации в целом. Проблема идет и с детства, проблема идет и с возрасткового возраста, и проблема эта действительно связана с восприятием себя вами в первую очередь. И где-то что-то, вот именно с восприятием себя вами, с установками вашими, где-то что-то пошло не так. То есть может быть тоже что-то в семье вашей. Может быть, был какой-то негативный опыт с мужчинами. Может быть, что-то еще. Может быть, в ваших именно, с вашим сыном, о родительских отношениях, есть каких-то подводных камней. Но тем не менее, самостоятельно из этого вы не вылезете, это очевидно. Проблема нужно искать, она может быть в разных сферах, в разных благостях, но то, что вы описываете, это ненормально. Ненормально ненавидеть невинного ребенка, по сути дела, наделяя его каким-то качеством. Хочу сказать вам только одно в этом контексте, что те качества и то, за что вы ненавидите ребенка, это является отражением того, что испытываете сами вы, или того, чего боитесь вы. Ну, то есть, по сути, это, как я уже говорил, обратная сторона любви. Вот. Значит, мне просто не хочется идти на контакт с его сыном, а тем более ехать в отпуск с ним. То есть, как этого хочет его отец. То есть, вы, вот сейчас, здесь постепенно раскрывается доказательство, что, значит, вас сподвигло написать нам именно то, что отпуск грядет, и вы не хотите ехать с сыном в отпуск, с сыном своего мужа. Значит, первое, ну, все хочу спросить здесь. Как вы считаете, ваш муж принял вашего сына, наговорил свои, наговорил с сыном, сделал свои. Не считаете ли вы, что вам нужно сделать то же самое? Не считаете ли вы, что это было справедливо? Или у вас установка, что мужчина должен принимать вашего ребенка, а вы его не обязаны? Соответственно, здесь нужна оппозиция какая-то, нужно проследить историю развития вашей позиции в этом контексте и позиции вашего мужа по отношению к вам в этом контексте. Чтобы вести диалог относительно отпуска, нужна обоснованная позиция. Обоснованная позиция – это та, которая является докладной. А докладная позиция – это та, которая опирается на некоторые аргументы, на элементы объективной реальности. Для меня был бы, в принципе, идеальный вариант, если его просто нет в нашей жизни совсем, но это невозможно, поэтому я бы рада, что согласилась на вариант, где мой муж общается с ребенком, со своим, вкладывает в него силы, время, деньги, пусть, ради бога, но на нейтральной территории, не вбеживая в это меня. Ну, то есть вы, по сути, хотите взять и часть своего мужчины оставить за скобками. Ну, соответственно, любовью – это назвать можно весьма-весьма-натяжкой, как я уже сказал, это неприятие своего любимого человека, ну, если это ваш муж, то вы его любите, наверное, а это неприятие взятия своего любимого человека. Разругались на тему отпуска, я хочу ехать втроем, я мучаю мой ребенок. Ну, а мужчина, естественно, говорит, что почему так, почему я должен с твоим ребенком ехать, да, перед моим ребенком ехать не хочет. Получается, нечестно, здесь его позицию, ну, можно почитаться справедливой. Другое дело, что, понимаете, если вы изначально так себя вели, то мужчина при некотором размышлении мог бы прийти сам к такому выводу, что, скорее всего, вы будете, ну, действовать вот в таком контексте. Вы предложили ему слетать вместо с его сыном отдельно, но мужчина не устраивает такой расклад, он хочет видеть картинку идеальных семей. Ну, то есть, вы хотите сказать сейчас, что ваш мужчина следует только своему взгляду и не принимает вашего взгляда. В этой ситуации можно сказать следующее. Конечно, можно говорить о том, что мужчина вас не слушает. Можно говорить о том, что мужчина к вам не прислушивается. Можно говорить об этом. Но, если он не прислушивается к вам не только в этом, а в остальных всех моментах, в принципе, он к вам прислушивается, это значит, что, смотрите, у мужа не получился, по сути дела, первый брак. Он расспался. Соответственно, мужчина испытывает чувство вины, чувство вины перед своим сыном за то, что вынужден был бросить его, ну, как он думает, скорее всего. И сам перед собой мужчина вдруг решил, что для него это будет идеальный брак. И это нормально, что муж ваш хочет стремиться к идеальной семье. В данном случае. Если он к вам не прислушивается, только в этом еще раз хочу подчеркнуть. Если он не прислушивается к вам в другом, да, это повод для волнения, это повод для тревоги. Здесь уже можно говорить об отношении его к вам. Если только в этом, то мужчина имеет на это право. Ну, хотя бы просто вот если так человечески посмотреть на ситуацию. И если вы сами понимаете, что это дело власть, то, соответственно, вам нужно менять свое отношение к этому, и уйти, стараться более спокойно, адекватно на это реагировать. Вот, либо, как я уже сказал, проследить ваши позиции по отношению к этому, и, исходя уже из хронологии позиции, выработать наиболее подходящую позицию на сегодняшний день. Значит, компромиссы, этот человек вообще искать не хочет, я так понимаю, что искать он не хочет. По этому поводу получается, что меня заставляют делать то, чего я совершенно не хочу. Лететь на отдых с его сыном. Ну, вы здесь много неправильно говорите, понимаете, если вы приняли мужчину, то вы приняли его ребенка. И не хотите лететь с его сыном, то мужчина, соответственно, думает, что вы хотите лететь с ним. Абсолютно все родители, и вы, как родители, можете своего мужчину понять, все родители, любящие, именно так отреагировали. То есть дело здесь не в том, что вы не хотите. Дело здесь в отношении. И вот эта фраза, она немного, немного вступает в противоречие с тем, что вы понимаете, что проблема только в вас. То есть если вы понимаете, что проблема только в вас, то, соответственно, вы бы не стали ругаться с моим. Мы сказали, прости, дорогой, я не права, я понимаю, но я ничего не могу с собой поделать. Давай я обращусь к психологу и поработаю с ним, чтобы не задавать проблемы. Вот так бы вы поступили, если бы действительно понимали, что проблема в вас. А от этого, получается, идет значительная реакция, что особенно странно смотрится в рамках одного сообщения. Так получается, что вы противоречите сам себе здесь. Так у вас проблема, или вы не хотите этого? Ответьте на этот вопрос. Постарайтесь. Ну, если я не имею права на что-то, что будет касаться только нашей семьи. Проблема в том, что ваш мужчина считает своего ребенка тоже частью вашей семьи. И раз он посчитал вашего ребенка частью вашей семьи, хотя он ему не родной, ну, естественно, и вам нужно посчитать частью вашей семьи его ребенка, хоть он вам и не родной. Без участия в этом его прошлом. Ну, такое впечатление, что вы пока отписались, отписались, начали злиться, и вы злите, 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 и вот уже идет защитная реакция. Моего сына муж любит, но, как только дело доходит о его сыне, идет просто отверкаливание, раз ты мне так, то я тебе вот так, и ты первая начала. По-моему, это не чувство, а манипулирование. Ну, вы уже в конце, вы уже просто обвиняете в своем мужчине, хотя на самом деле, можно его понять, ему достаточно тяжело. Все, могу сказать по итогу. Ну, если вы хотите сохранить свою семью, и если вы хотите действительно быть с этим мужчиной, то вам его сына нужно принять обязательно. Для этого нужно записаться к психологу, работать с психологом. Скорее всего, не один раз вам придется это делать несколько раз. Я бы так сказал, курс стоит раз в неделю в регулярной терапии, потому что проблема, скорее всего, глубоко лечит достаточно. Но при хорошем восприятии и при отсутствии защитной реакции, такой, как у вас она идет сейчас, в этом тексте. Можно, в принципе, продвинуться относительно существенно в короткий срок. Но это при условии вашего желания работать. Есть и не другой вариант, где вы будете отстаивать свою повисцию, требуя чего? Требуя помочь, чтобы ваш муж любил вашего ребенка, но при этом вы не любили бы его ребенка. Ну, согласитесь, это нечестно, несправедливо и игра в одни ворот. И вы, мне кажется, сами это понимаете, и во второй, в первой половине текста вы в этом признаетесь, во второй половине текста то у вас начинает защитная реакция, как будто, и вот очень интересно, откуда эта защитная реакция идет. То есть, что, что вас задело в вашем же тексте, что началась защитная реакция? Попробуйте сами это отследить. А если вы будете продвигать позицию из второй половины текста, то вы можете откраться без своего мужа, потому что очень невозможно, что мужчина предсчитает, что вы его ребенку вредите. Таким отношением и я даже больше скажу, что вы действительно ребенку вредите, потому что ребенок считает негативную реакцию по отношению к себе от вас, и он не понимает почему-то, а когда ребенок чего-то не понимает, могут родиться комплексы. Понимаете? И отец вполне может считать, что вы нанесите вред к его ребенку. Поэтому вы подумайте, чего вы хотите, и в зависимости от выбора строите свою дальнейшую модель поведения. если захотите поработать в своем отношении к психологам, выбирайте любого и работайте. Если захотите отстаивать свою позицию, ну тогда это ваш выбор, но последствия этого выбора могут быть самые неприятные. на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.